МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава города отчитался о реализации национальных проектов в Сарове. Алгоритм распознавания дороги в условиях плохой видимости и снега. Саровские школьники создали беспилотник на базе «Газели Некст». Педагог Центра внешкольной работы стал лауреатом Всероссийского конкурса «Доброволец-2020». Далее расскажем обо всем подробно. До конца года набережную Сатиса от Маслихинского моста до улицы Захарова должны привести в порядок. По словам главы города Алексея Сафонова, здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, видеонаблюдение и лестницы. Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на реализацию которого Саров получил из верхних бюджетов более 30 миллионов рублей. Ситуация по данному объекту действительно в течение всего года была непростая. Как правильно коллеги отметили, есть риск кассового неисполнения. Но по ситуации могу сказать следующее. Да, подрядчик оказался слабым, не готовым к данному виду работ, не готовым к условиям деятельности в условиях закрытого города и в условиях ковидной обстановки. Идет активное, шло и идет активное взаимодействие с этим подрядчиком на предмет заставления его работать должным образом. Выполнено 85% от всего объема заявленных работ с подрядчиком. Согласована дорожная карта с гарантиями завершения благоустройства до конца года. Тем не менее, поставить высокую оценку исполнению этого проекта глава города не смог. Подрядчик сдвинул сроки, есть претензии к качеству работ. Поэтому лишь удовлетворительно. Такую же оценку получило и исполнение нацпроекта «Экология» – федеральный подпроект оздоровления Волги. В его рамках идет реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод и реконструкция, и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений. Все-таки были сложности с подрядчиком. Есть у него особенности. Не в полной мере он, как говорится, выполняет с той скоростью те работы, как нам этого хотелось. И именно поэтому оценка будет только удовлетворительной. Нацпроекты «Культура» и «Цифровая экономика» и «Информационная инфраструктура» получили оценку «Выполнены надлежащим образом». В рамках первого закупили инструменты для детской школы искусств, второго проложили кабельные сети и закупили оборудование в школу номер 14 и Центр образования. Еще три национальных проекта – образование, демография и малое и среднее предпринимательство – реализовывались в Сарове за счет только местного бюджета. Их исполнение мэр оценил как надлежащее. В частности, Алексей Сафонов отметил, что больших результатов удалось достигнуть в федеральном подпроекте «Развитие волонтерства». В рамках ковидной истории была проведена самая, наверное, значимая и заметная акция – «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых маломобильных граждан. За этот период и после него, то есть до настоящего времени, пол волонтеров увеличился более чем на 100 человек. Эта работа очень активно ведется. И она востребована и жителями города, и есть обратная связь в плане того, что, как говорится, здесь очень хорошие у нас результаты, и понятно, есть куда стремиться. Оценить исполнение нацпроектов должны и депутаты. Они выслушали главу города и проголосуют за проекты дистанционно в течение суток. Также дистанционно пройдет голосование и по другим пунктам повестки заседания Думы, в числе которых утверждение бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. У шестого созыва Думы, в котором состояло две трети нынешнего состава депутатов, уже был опыт проведения заседания в дистанционном формате. Поэтому механизм отлажен и трудностей, и вопросов у народных избранников не вызвал. Материалы направляются чуть ранее, и работа по повестке, она идет через комитеты, она длится не один день, а она длится недели. И само уже принятие решений по повестке дня сформированной, оно длится еще несколько дней. Поэтому время для принятия решения в том, чтобы разобраться в материалах, оно есть. Об итогах голосования депутатов мы расскажем в наших ближайших выпусках. Также информацию по принятым Думой решениям вы можете найти на сайте dumadefissarov.ru. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Какой срок службы у пластиковой двери? Это зависит от многих факторов, в том числе от того, где она установлена и как часто ею пользуются. Специалисты утверждают, что верой и правдой дверь может прослужить от 5 до 40 лет. В доме 2А по улице Силкина дверные полотна пришлось ремонтировать через несколько месяцев после установки. Новые двери поставили на лестничных клетках в рамках капитального ремонта летом. Несколько недель назад жильцы многоэтажки заметили, что двери не выполняют свои функции. Створки тяжело открывать, а некоторые вообще перекосились. Хорошо не поставив, не отрегулировав и оставив нас в таком стане. Вот на первый, то есть второй, третий, четвертый этаж, они уже все сломались. Потому что люди ходят пешком. Поэтому мы и обратились и в администрацию, и в ЖКХ о том, чтобы все-таки подумали, продумали, или заменяли нам как-то эти двери, или подумали, как их отрегулировать. В тот день, когда мы приехали снимать репортаж, сотрудники коммунальной службы уже ремонтировали двери. Правда, отказались делать это на камеру. Но стук на заднем фоне слышно. Жильцы считают, что двери сломались так быстро, потому что изначально были неправильно установлены. У центра ЖКХ другое мнение. Те виды работы сдавались, если память не изменяет, конец мая, начало июня. На тот момент вопросов не было. Как не у старшего по дому, как не у лица представителя общественности от дома, которая участвовала в подписании актов приемки работ, так и у нас, как у управляющей компании, в качестве этих дверей. То есть они были в работоспособном состоянии. По жалобам жителей на работоспособность дверей специалисты управляющей компании провели осмотр, чтобы понять причину поломок. В процессе осмотра, значит, у нас сотрудник на той неделе осматривала все это, да, составлен акт осмотра, значит, там видно, что совершены антивандальные действия, то есть некие неустановленные лица, эти двери просто выломали, с петель вырвали. Значит, об этом мы соответствующее заявление в УВД направили. Как нам пояснили, двери в ближайшие дни отремонтируют. Те полотна, которые пришли в негодность, на зиму заменят на деревянные. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. О конкурсе «Доброволец России-2020» педагог-организатор Центра внешкольной работы Вера Афанасьева узнала еще в мае. С деятельностью волонтеров девушка знакома не понаслышке. В свободное время она принимает участие в различных проектах православного центра «Радость моя», которая на протяжении многих лет помогает тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Поэтому, увидев в положении конкурса номинацию «Доброе дело», Вера не раздумывая принялась оформлять заявку. В этой номинации нужно было описать либо какой-то свой личный подвиг, либо подвиг другого человека. Но как-то о себе писать не очень, как-то неловко. И я подумала, что лучше описать подвиг какого-то нашего саровского волонтера, потому что таких у нас на самом деле очень много. И тогда выбор пал на Алексея Китина. В обычной жизни Алексей сотрудник РФАЦ ФНИЭВ. Но свое настоящее призвание нашел в другом. Шесть лет назад Алексей организовал при волонтерском центре «Радость моя» больничную группу. Вместе со своими соратниками, другими неравнодушными саровчанами, он помогает в отделении сестринского ухода Саровской больницы. Волонтеры устраивают одиноко лежачим пациентам банные дни. Помогают их мыть и перестилать постели. Это очень тяжелый и самоотверженный труд. В свое время был в храме сестры опрос на тему, кто как бы мог бы заниматься на областном поприще. И я посмотрел, что, наверное, мне было бы интересно заниматься именно по медицинскому управлению. Я отдал свои данные, кто упадет этот опрос. Новость о том, что их заявка прошла в финал, стала для Веры и Алексея приятной неожиданностью. Итоги конкурса «Доброволец России-2020» подвели на торжественной церемонии в Москве. Награду нашим героям вручили председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и артист музыкального лейба «Блэк Стар» Аннет Сай. Впечатления самые положительные, а самый яркий, наверное, момент был, это незапланированное поздравление и беседа с президентом. Владимир Владимирович решил поздравить волонтеров и подключился к прямой трансляции и потом уже еще проговорил около часа с нами, отвечая на вопросы волонтеров. По итогам конкурса Алексей Китин и Вера Афанасьева стали призерами своей номинации. Хотя в дипломах указаны их номина, оба считают, что это общая награда, которую заслужили все волонтеры больничной группы и другие доброволецы Сарова. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Вот уже 4 года комиссия по работе с молодежью правкома ОРФЯЦ внеев проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка». Ее цель – исполнить мечты воспитанников детских домов. В этом году у акции два направления. Во-первых, активисты собирают пожертвования для Потьминского психоневрологического интерната. Там нужна помощь реальной, вещами, которые жизненно необходимы. Туда мы в основном отводим памперсы, лекарства. У нас уже традиционно сложилось, что КБ-50 помогает нам в закупке лекарств, молодежная комиссия КБ-50. В этом году уже тоже пакеты готовы с лекарством, мы обязательно отвезем. Покупаем туда соки, покупаем туда йогурты. То есть там вот вещи первой необходимости. Также Потьминскому интернату нужна стиральная машина. Основную сказку готовят воспитанникам Богоявленского детского дома. Ребята написали письма с пожеланиями, отправили в Саров. Организаторы упаковали их в красивые конверты и повесили на елку. И теперь любой желающий может выбрать письмо и исполнить заветную мечту ребенка. Часто бывает так, что привозят одинаковые подарки, привозят одинаковые вещи. И нет индивидуальности у детей. А тут каждый может попросить, о чем он хочет. Да, сумма оговоренная, она изначально установлена каждый год, она разная. Ну, как разную, инфляцию никто не отменял. Поэтому она немножко растет. Но сумма оговоренная для каждого подарка. То есть в этом году это полторы тысячи рублей на каждое такое письмо. Светлана рассказала о том, что практически каждый год к ним приходят послания от уже взрослых ребят, которые пишут о том, что не хотят зарослеть и просят подарок-игрушку. Например, в этом году юноша просил машину на радиоуправлении. Девушки мечтают о стильных нарядах. Бывают письма необходимости, так как мы их называем. Вот в этом году это пауэрбанки в связи с тем, что школы перешли на дистанционное образование. И, естественно, все дети учатся, а компьютеров, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что в детском доме на каждого ребенка не будет. Они все сидят с телефонов. Сидят с телефонов. Телефоны быстро разряжаются. Поэтому пауэрбанки стали, ну, просто необходимостью. Очень много таких писем, которые вот с этой просьбой. Эта акция не только для членов профсоюза ядерного центра. Свой вклад может внести любой желающий. В этом году к новогодней сказке присоединился предприниматель Виталий Зюкин. Более 10 лет он оказывает помощь самым незащищенным категориям – детям, пенсионерам и инвалидам. Виталий не стал ограничиваться одним подарком. Бизнесмен привез 22 шоколадных набора. И теперь каждого ребенка в детском доме под елочкой будет ждать сладкий сюрприз. В этом году мы решили приобрести самые вкусные конфеты, какие только есть, на российском рынке. Этот вкус – это вкус из детства, те конфеты, которые мне дарили в детстве на Новый год. Мы хотим, чтобы наши дети, они тоже знали этот вкус. Акция «Новогодняя сказка» продлится до 20 декабря. Затем в Потьму направят собранные средства. А в БГ «Явленский детский дом» отвезут все переданные подарки. Чтобы присоединиться к акции, нужно позвонить по телефону 2-12-98. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24. Вообще, город в этом году будет украшен к празднику так же, как и в прошлом. В сквере, вот здесь вот за фонтаном на проспекте Мира-1, будет установлены светящиеся олени, к которым наши горожане уже привыкли, и снеговики около детской художественной и музыкальной школы. И какой же Новый год без елки? Лесных красавиц установят в разных частях города, в том числе в Яблоневом саду и в парке имени Зернова. На территории города Сарова будет установлено традиционно 5 елок. Одна елка, которую мы закупили в прошлом году, вместе со светящимся шаром, вместе с Дед Морозом, это будет установлено на площади Ленина. Одна елка традиционно будет установлена у Дворца Молодежи, с соответствующими украшениями. Кроме того, стала хорошей традицией, в прошлом году мы установили одну елку в сквере на пересечении улицы Садова и Павлика Морозова, это 22-й микрорайон. Если получится сэкономить деньги по проекту формирования комфортной городской среды, то администрации закупят еще несколько световых фигур. Их планируют установить на новой набережной на левом берегу Сатиса. Мнения горожан по праздничному оформлению улиц и зданий разделились. Одни считают, что саров перед Новым годом красиво украшают, другие предложили свои идеи. Были практики, когда на деревьях развешивали яркие лампочки. Оно приятно посмотреть, красиво прогуляться с детьми, с внуками. А мне нравятся на деревьях фонарики, вот эти лампочки. Вот как в больших городах. Красиво вечером. Можно в парке какие-нибудь гирлянды сделать, можно вот здесь на проспекте Ленина, где площадь, там что-то украсить. Огонечков не хватает, мне кажется, по вечерам. Поэтому вот что-то такое. И побольше елочек. Горожане тоже могут приложить руку к оформлению города к Новому году. Перед самым волшебным праздником саровчан приглашают принять участие в нескольких творческих конкурсах. До 25 декабря можно прислать фотографии украшенных окон и придомовых участков на электронный адрес, указанном на экране. До 10 декабря принимают работу на конкурс «Подарок для елки». Новогодние сувениры потом будут украшать елку в парке имени Зернова. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Игрушки из стекла, пластмассы, папье-маше, ваты, картонажи из прессованных опилок с 60-х и 80-х годов прошлого века. Ими украшали на Новый год елки в своих квартирах наши бабушки и дедушки, мамы и папы. Часть из этих игрушек подарили музею жителей нашего города. Всех их можно увидеть на новой выставке «Тихо сказка входит в дом». Помимо изделий советского периода, есть в экспозиции современные украшения. Например, стеклянные шары, расписанные вручную мастерами фабрики «Ариэль». Такие шары – большая редкость, поэтому и хранятся в отдельном стенде. Чем ценные экспонаты именно нашего музея, нашей коллекции, тем, что сделаны они были до 2000 года. То есть это как раз период только становления этой фабрики, только открытия. Мастера еще только набирали опыт выдувания. Тогда достать эти шары себе домой было большой удачей, шли они в основном на экспорт. Сейчас продукция фабрики стала более доступной. Появилось много шаров с декоративным орнаментом и стеклянных игрушек. Они, кстати, украшают центральную елку в экспозиции. Но именно такие шары с ручной росписью больше практически не делают. Вместе с игрушками «Ариэль» на елку повесили фигурки, сделанные в мастерской Мариинского театра. Совершенно небольшая мастерская, в которой делают разные украшения, сувениры, игрушки из тех материалов, которые остаются от бутафории, который поставляет, скажем так, бутафорный цех, костюмочные, пошивные мастерские. И из небольших остатков, скажем так, мастерят фигурки героев, которые участвуют в спектаклях. Елка в музее не одна, их несколько разного размера. На еще одной большой елке советского периода висят советские игрушки. А рядом стенд с еще одним подарком жителей города-музею – миниатюрной новогодней елочкой. В прошлом году нам принесли украшения малютки, сделанные из стекла и из пластмасса. Есть миниатюрный Дед Мороз, наверное, самый маленький в нашей экспозиции. Он всего полтора или два сантиметра, самый небольшой. И вот игрушки стеклянные, которые украшают эти маленькие елочки. О каждой игрушке Ольга Бузнякова говорит с любовью. Ее рассказы о том, как в Россию пришла традиция отмечать Новый год, как раньше украшали елку. И когда подарки детям начал разносить Дедушка Мороз, можно послушать на экскурсии. Но нужна предварительная запись по телефону 6-64-94. Выставка «Тихо сказка входит в дом» будет работать в Музее народной игрушки до 31 января. Без возрастных ограничений. Екатерина Пенова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В этом году право сделать 31 декабря праздничным днем отдали на откуп главам регионов. Некоторые из них уже приняли решение о том, что последний день года будет нерабочим. Губернатор Нижегородской области пока не примкнул к этой когорте. А что думают по этому поводу саровчане? А без разницы. В Советском Союзе 31-й был рабочий день. Нормально все отмечали. И 2-го числа на работу выходили. А сейчас, ну не знаю, так... Ну, в принципе, для хозяек нормально подготовиться. Я думаю, что нужно. Все-таки праздничный день. Праздничное настроение должно быть. Хотя магазины все равно работают. Кто до 10, кто до 9. Уж они тут прибегают бегом-бегом, скорее-скорее. 31 декабря, выходным днем. По-моему, не обязательно. Обязательно. Для женщин. 100%. Надо же столы приготовить, накрыть, приготовить все. А мужики пускают. Я считаю, что, наверное, нужно. Лучше, конечно, подготовиться спокойно, чем прибегают уже к самому этому столу. У меня дочь, кстати, 31-го работает. Ну, обычно мы все работали. И успевали все это сделать. Народу приятно будет, веселее жить. А то и так одни неприятности с этой пандемией. Если быть справедливыми, то даже если Глеб Никитин сделает 31 декабря выходным днем, то все равно не все жители региона будут встречать Новый год за праздничным столом в кругу близких и друзей. Врачи, полицейские, военнослужащие, пожарные и еще много людей разных специальностей будут встречать Новый год на рабочем месте. Елена Грязкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Системами беспилотного управления транспортом в школе информатики «Вектор плюс плюс» заинтересовались в 2015 году. Поначалу дети только пробовали свои силы, совмещая полуигровой формат с реальными задачами. С каждым годом ребята росли, а вместе с ними развивался и сам проект. Незаметно для себя ученики «Вектора» из простых школьников превратились в настоящих разработчиков. Успели представить свои идеи на разных концах земного шара. Собрали массу престижных наград и даже обзавелись собственным автомобилем-беспилотником. Эта история заслуживает отдельного упоминания. Как-то раз ребята из «Вектора» решили поучаствовать в областном конкурсе. Одним из организаторов этого конкурса являлся завод «Газ». И исполнительный директор Гюнтер Хайден восхитился нашей работой. Мы в итоге договорились о том, что нам будет дана машина «Газель» для таких испытаний. В основе беспилотника лежит система компьютерного зрения. Именно она позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться, выполняя заданные маневры. Как рассказал один из ведущих разработчиков проекта «Вектор Мобиль» Максим Бушуев, перед командой стояла непростая задача – научить искусственный интеллект быстро и точно ориентироваться в пространстве. У нас есть камера, она получает видеоизображение какое-то. И вот на нем нам нужно найти какие-то объекты и определить, ну, что это за объекты. Будь то дорожные знаки, будь то пешеходы или другие водители, или будь то тоже бордюр. Еще один не менее важный аспект работы касался управления транспортным средством. Не будем забывать, что в распоряжении ребят из «Вектора» был обычный автомобиль с рулевым колесом. И этот механизм тоже было необходимо как-то роботизировать, сделать автономным, независимым от человека. Совместно с некоторыми мастерами мы изготовили как раз устройство для манипуляции автомобилем. Я написал для него программу, чтобы оно могло взаимодействовать с компьютером, с алгоритмами, которые тоже были написаны. К полевым испытаниям «Беспилотника» ученики «Вектора» приступили в августе. Автомобиль тестировали на территории технопарка «Саров», где он успешно выполнил все поставленные задачи. Провез человека, вписался в поворот и преодолел змейку. Следующий заезд проведут уже в зимних условиях. Будем отрабатывать, как машина себя поведет на заснеженной дороге, и также про видимость разметки. В дальнейшем мы хотим ввести, чтобы она, грубо говоря, сама дорисовывала разметку. Когда, допустим, край дороги заснежен, и разметку не видно, или же прямо на дороге. Она, чтобы сама понимала, какая здесь разметка должна быть. Несмотря на успех своего проекта, воспитанники «Вектор» не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайших планах провести уже городские испытания. Как рассказал руководитель школы информатики «Вектор Плюс Плюс» и «Грюточников», власти пообещали оказать всю необходимую помощь. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В Саров готовится к праздникам. Кто-то поставил дома елку, повесил гирлянды, придумывает новогоднее меню и готовит подарки. Город тоже не отстает, меняясь прямо на глазах. На улицах зажигают огни. Строители монтируют елки, магазины и кафе, украшают свои территории. Каждый старается создать настроение себе и тем, кто рядом. Хочется быстрее шагнуть вперед. Оставить позади все тяготы и невзгоды уходящих 12 месяцев. По доброй традиции, одними из первых к новогодним праздникам начали готовиться в молодежном центре. Новый год – это семейный праздник. В этом году эта фраза звучит особенно актуально, потому что мы вынуждены отказаться от больших шумных мероприятий и будем встречать этот Новый год в кругу своей семьи. Предлагаем перезагрузить этот Новый год, начать его с чистого листа, с хорошим настроением, с творчеством, с новыми идеями, с планами вступить в этот Новый год вместе с молодежным центром. Светлые и позитивные эмоции людям дарит творчество. Взяв на вооружение эту простую истину, в молодежном центре объявили два онлайн-конкурса. Первый – Новый год перезагрузка. Помните, была такая передача «Сам себе режиссер»? Наверняка они забыли. Тут то же самое. Придумать идею, взять в руки смартфон и нажать кнопку «Рек». Вот и все правила. Конкурс пройдет по трем номинациям. Все перечислять не будем, расскажем о самой необычной. И еще одна номинация «Огонек пожеланий». Участники конкурса могут создать видеопоздравления, в котором они поздравляют свою семью, друзей, горожан, весь наш город. Но обязательное условие, они должны успеть сказать свои пожелания, пока горит бенгальский «Огонек». Любители мастерить поделки, проявляя чудеса изобретательности и художественную смекалку, приглашают на конкурс новогодний «Хендмейд». Номинаций тоже три. В первый – Новый год намчится. Саровчанам нужно создать домашнюю фотозону или тематический уголок. Собрать из подручных материалов главный символ праздника – елку. Задача в номинации «И вот она нарядная». Последний приз достанется автору лучших украшений. И еще одна номинация «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки». Здесь принимаются фотографии новогодних игрушек, которые вы также сделали своими руками, сшили, связали и сделали из каких-то подручных предметов. Видеоролики и фотографии будут принимать до 20 и 23 декабря, соответственно. Лучшая работа украсит ленту официальной группы молодежного центра ВКонтакте. Ну и какой Новый год без подарков? Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Сохранить память, увековечить подвиги героев и рассказать о них подрастающему поколению. 9 декабря в День Героев Отечества интерактивными табличками обзавелись две Саровских улицы – Сосина и Казамазова. Достаточно поднести телефон, отсканировать QR-код, и вы узнаете, чем эти люди заслужили столь высокую честь. Идея проекта родилась в недрах центров нешкольной работы, а в жизни ее воплотили ребята из военно-исторического клуба «Победители», такие как ученица 20-й школы София Комкова. Этот проект называется «Улица героев», он приурочен к 75-летию Победы. В рамках этого проекта мы снимаем видео, в которых рассказываем о людях, в честь которых названы улицы, о подвигах этих людей. Все видеоролики опубликованы в группе «Волонтеры Победы Саров ВКонтакте». На сегодняшний день это один из ведущих молодежно-патриотических порталов нашего города. Его главная задача – воспитать в юных соропчанах дух гордости за своих предков. В рамках проекта «Улицы героев» мы не только снимали видеоролики и выкладывали их в интернет, мы еще и собирали материалы. Это все делаем для того, чтобы люди знали, на чьих улицах они живут, чем прославились эти люди, почему нам важно о них помнить. В будущем ребята из клуба «Победители» хотят разместить такие таблички на всех улицах, которые носят имена героев. Валерия Чкалова, Александра Матросова и Витя Крабкова. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Любимый жанр – пейзаж. Любимая техника – масляная живопись. Любимые места – улицы старого района Сарова. Константин Миненков не стремится прорисовать на картине мельчайшие детали. Главное для него – передать атмосферу, впечатление. Зелень на его картинах – нескольких оттенков, чтобы зритель мог увидеть всю палитру красок лета. Вода нарисована так реалистично, что хочется окунуть руку. Но больше всего Константин любит рисовать зимние пейзажи. Я помню себя всегда с кистями, с красками, с альбомами, с карандашами, потому что в детстве это был самый лучший подарок. Родители всегда дарили новые фломастеры, альбомы. Всегда рисовал в садике, в школе. Ну и, видимо, так сложилось, что лучше я делать ничего не умею. Поэтому решил выбрать именно этот путь. Константин – сторонник классической школы живописи. Никакого сюра, абстракции или авангардизма. Больше всего ему близко творчество русских художников конца 19-го – начала 20-го века. Товарищество передвиженных художественных выставок, именуемое там большой список художников. Там и Репин, и Куинджи, и Левитан. То есть все художники, все мне нравятся. Константин Мьянков – сотрудник городской художественной галереи. Так что его творческая деятельность тесно переплетается с основной работой. А временами они становятся одним целым. Поэтому острой необходимости выставлять на продажу свои творения у него нет. Ну, практически не продаю, потому что они мне дорогие. И в основном все картины я как бы не то что коллекционирую, а использую для выставок. Собираю свой фонд, можно так сказать. Если, конечно, кому-то нравится, и люди хотят приобрести, я иду навстречу всегда. Картина Константина Мьянкова можно увидеть на различных выставках в Сарове и за его пределами. Сейчас пейзажи саровского художника можно посмотреть на выставке в художественной галерее. В планах подготовить для саровчан персональную экспозицию работы. Елена Грязкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Это такой ребенок, который может сидеть два часа без перерыва, и просто уже приходится говорить, Степа, все, вот пришел следующий ученик, давай-давай, заканчиваем. Он может сидеть еще. Десятилетнего Степы Ершкова от баяна приходится отрывать. Такая преданность инструменту вкупе с отличными природными данными и стали ключом к победе на международном конкурсе «Теремок», который прошел в конце ноября в Санкт-Петербурге. В мир музыки мальчика привела тетя. Наблюдая за тем, как она играет на баяне, Степа решил, что хочет так же и записался в детскую школу искусств. Четыре года упорных занятий, и вот результат. В парне начал просыпаться будущий виртуоз. Он вот, например, заденет случайно какие-то клавиши, и ему напомнит это какую-то музыку. Он, о, ага, это вот эта музыка, и начинает ее подбирать. То есть мы уже отвлекаемся от наших вот этих произведений, он начинает подбирать вот эту знакомую ему мелодию. То есть случайно зацепит что-то, ему это уже напомнит то, что не слушает по муслотературе, например, какую-то музыку. Это может быть классическая музыка, и он начинает ее подбирать. Слух очень хороший, музыкальный ребенок очень чувствует музыку. Международный детско-юношеский конкурс «Теремок» проходят в Северной столице ежегодно. Этот стал уже 14-м по счету и привлек рекордное количество участников. Включая зарубежных исполнителей, свои работы прислали 136 юных дарований со всей страны. С подачи педагога Надежды Шуставой своей силой решил проверить и Степан. Специально для конкурса он записал три композиции. Русскую народную песню «Мой костер», задорную шоу по лесу «Бурсучок» и мелодию из кинофильма «Список Шиндлера» оскароносного композитора Джона Уильямса. Жюри, в состав которого вошли преподаватели Санкт-Петербургской консерватории и солисты всемирно известного ансамбля «Теремоквартет» оценивали ребят по двум критериям. Как и в фигурном катании или художественной гимнастике, важно было показать не только технику, но и артистизм. Ведь ноты – это по сути те же слова, и каждый их читает по-своему. Это очень интересно, это творческий процесс. Мы находим нужный образ вместе. То есть где-то я помогаю, где-то я задаю наводящие вопросы. И ребенок потихонечку начинает раскрываться. Мы придумываем сюжет, о чем эта музыка. И это, конечно, помогает. Музыка звучит совершенно по-другому, чем просто длительности какие-то исполнять. Труд, который Степан и его преподаватель Надежда Шуста вложили в подготовку к конкурсу, не прошел напрасно. В своей возрастной группе воспитанник детской школы искусств получил наибольшее количество баллов и стал лауреатом первой степени. Кроме диплома Степана ждала и другая награда. Его выступление стало частью большого гала-концерта, который прошел на территории Анечкова дворца. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова